Нельзя раз в жизни найти себя. Чтобы найти себя, надо это делать не раз в жизни, а на протяжении большей части своей жизни. Найти себя – это означает поставить точку «я» и больше ее не терять. А для этого надо было дать техникой сведения разных слоев реальности в нечто единое, в пространство того опыта, которому можно доверять. Шаг за шагом уметь удерживать свой уровень концентрации настолько, чтобы емкость своего сознания умела уместить в себе несколько слоев, обычно не согласующихся вместе. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Тайны Жизни 2, и с вами я, Анастасия Овсянко. И сегодня у нас в гостях Ян Спартов поединков. Ян, здравствуй! Здравствуй! Сегодняшняя тема нашего интервью – это подлинные знания. Что это такое и где им обучаться? За кадром до интервью ты сказал, что мы оделись как раз к этой теме, так как цвет знания синий. Что имеется в виду? Почему именно синий – это цвет знания? Да знаешь, есть, существует много разных способов-то описать. Может быть, ты видел классическую радугу или палитру чакр, вот как они расположены снизу вверх. Вот муладхари, там сексуальные чакры соответствуют, красный цвет. И затем он начинает меняться. И аджня, вот там, где располагается наш головной мозг, наш третий глаз, это такой синий-синий-синий сапфир, ярко сияющий. Потом он переходит в фиолетовый цвет мудрости, и уже там и белый цвет святости. Это с одной стороны. А с другой стороны, звезда, вот напомню, звезды – это самые первые разумы, самые первые дети Бога, самые первые великие разумы. Знание воплощается звездой под названием Ригель. Это левое колено созвездия Орион. Это синий сверхгигант. Вот эта звезда, которая воплощалась на Земле как бог знаний и мудрости и войны Один, как бог знаний и разрушения Шива, как богиня знаний и войны, справедливой войны Афина Павлада или Минерва, как Будда, как Лаузы. То есть знания, познания, как правило, имеют синие цвета. Красный цвет, он отделен вот, значит, такой яркости пламени, простом, ну, пламени жизни. Яркие, красные оттенки, значит, это сексуальное что-то. Зеленый – это душа, это растение, это такой живущий, дышащий мир. Синее пламя может казаться холодным, но оно может сжечь практически холодом. Очень ярко. И именно синий цвет – это цвет знаний, цвет знаний и достоинства. Как ты считаешь, почему было так определено, что именно эта чакра синего цвета? На самом деле рисунок цвета чакр изначально к ним не предрасполагались. Эта модель выработалась с течением времени как наиболее оптимальная. Но, как и каждая модель, знаешь, дым и без огня не бывает. И вот человек – это такая вытянутая полосочка, растянутая между небом и землей, между черной землей и белым небом. И вот на ней успевает расположиться от инфракрасных до ультрафиолетовых некая гамма возможных частот его существования. И так получилось, что голова сверху. Вот, если земля у нас черная, а после этого идет красный цвет, да, вот самый низкий у нас инфракрасное излучение, то, которое невидимо, затем красное, и затем, когда оно переходит к ультрафиолетовому, оно последним видимым спектром предполагает синий цвет. И, соответственно, у нас в глазу есть три вида цветового зрения, три вида так называемых колбочек. Вот свет мы видим палочками, это маленькие такие клетки, а цвет колбочками. Вот они различают красный цвет, зеленый и синий. И, соответственно, синий цвет – это цвет, в котором малиновки, то есть птички такие видят магнитное поле. Вот они когда видят магнитное поле, вот когда я тоже вижу магнитное поле, оно таким синеватым оттенком отливает. Наше сознание – это электромагнитная форма жизни, то есть у нас, вот если тело, оно горит жизнью, да, красным, душа горит зеленым, сердце, то электромагнитное поле горит синим. То есть у тебя есть способность видеть электромагнитное поле в материальном мире? Это какая-то способность, которую можно включать и выключать? Она скорее проявляется не настолько пока в рамках прямого желания. Я к ней временами прикасаюсь. По периоду очень острого обострения тех или иных качеств, вызванного какой-то глубокой медитацией или по практикой. Я к ней стремился достаточно осознанно, то есть когда ты прочел книгу по квантовой биологии, где именно на примере того, как птицы видят, буквально глазами видят магнитное поле, был описан механизм квантового переноса в биологических молекулах. Это из определенного белка, который находится, опять-таки, в сетчатке глаза. И он позволяет видеть магнитное поле. Он может наблюдать, и в нем отражаются изменения, которые происходят при изменении напряжения магнитного поля. И они отражаются в сознании как синий цвет. То есть получается, что в результате медитации ты видел магнитные поля, но открывая глаза в материальном мире, они также проявлялись? Можно сохранить, опять-таки, можно сплюсовать эти два типа зрения. Опять-таки, магнитные поля ты можешь видеть скорее даже не самой сетчаткой глаза, а, скажем так, тем, что называется третьим глазом, эпифизом. У человека он фактически деградировал. У нее там ящерицы есть такие в Новой Зеландии, готыри. До сих пор у них во лбу этот третий глаз горит, как звезда. А у человека он закрыт лобными костями. У меня, ты видишь, знаешь, гребешки их раздвигают, и лобные кости тоже раздвинутые. Поэтому этим глазом я вижу гораздо лучше. Но в целом вот это тонкое зрение магнитных полей достаточно плохо совмещается с обычной калибровкой привычного зрения левого полушария, которое мы привыкли накапливать и которое мы привыкли воспринимать в качестве реальности. И из-за этого какое-то время эти слои могут держаться вместе. Нужна особая концентрация, чтобы снова попасть в этот слой. У каких-то людей эта зона мозга может быть развита особо хорошим образом. И такие люди обладают энерговидением разных видов, достаточно стабильно. То есть при такой концентрации ты можешь видеть магнитные поля так же реально, как я, к примеру, вижу бусы или рубашку? С меньшей степенью четкости. Просто, например, во время практик, тех же медитаций, когда мы погружаемся в определенное состояние, я буду говорить даже за себя, в определенном опыте, я могу чувствовать или думать, что я чувствую определенные энергии, и мой мозг начинает себе их визуализировать. И я вижу какие-то потоки определенные, да, они разных личных цветов, но открывая глаза, они полностью пропадают. Здесь мы имеем дело с очень своеобразным феноменом. Наша реальность, хотя она сама по себе единственная, она многослойная. И каждый, вот смотри, наша кора головного мозга покрыта, на самом деле, очень тонкой поверхностью нейронов. Просто из-за того, что она немного извили, она, знаешь, вот как по горам, вот так вот проложена. И мыслит в ней один такой столбик. Вот представьте, эта кора емкостью в несколько десятков клеток. Там от 10 до 100 клеток толщина. И вот каждая клеточка мыслит один столбик, целостный столбик из нескольких нейронов. Как значит, такой столбик из монеток. И каждая монетка видит эту реальность немножко по-своему. Люди с детства тренируются видеть ее общим для всех образом. Дети с самого начала видят гораздо более магический мир, который потом постепенно забывается, вытесняется вот этим привычной нашей картинкой мира. Изначально она гораздо более разнообразна. У людей с разными магическими способностями есть врожденная способность видеть из каких-то слоев. У меня, соответственно, благодаря особенностям моего мозга, он очень специфичен в истории человечества, есть способность настраиваться на разные способы видения, которым я могу прикасаться или которые могу себе вообразить. И затем мягко соединить их с вот этим конвенциональным способом видения, к которому мы привыкли. Это непростой процесс. Есть те поля зрения, которые можно просто себе выдумать на самом деле. И таких большинство. Большинство вещей люди себе выдумывают. Например? Они выдумывают себе многие вещи, как там драконов, пролетающих в голову, события, которые в них в жизни случаются, чтобы оправдать, придать некую собственную важность и ценность собственной жизни. Чтобы соприкоснуться с явлением, на которое можно опираться, ну, оправданно ставить свою жизнь, нужно располагать достаточным количеством фактического материала, который будет в твоем сознании подтверждать его, что это все по-настоящему. И вот для этого надо умело стыковать разные слои сознания, чтобы в один из моментов уметь проверить, что да, это так, да, это тебе не померещилось, да, это произошло. Ставить какие-то эксперименты, убедительные для тебя, и получать результаты. Как мне кажется, это основная ловушка духовных практик. Потому что даже я, когда переживаю определенные опыты, у меня всегда, выходя из практики, я думаю, я себе это вообразила, додумала, ну, и само переживание. То есть как сначала появляется что-то в голове, я начинаю что-то воображать, да, визуализация, и потом подтягиваются уже ощущения. И я не могу отличить, я это пережила благодаря практике, или я это пережила благодаря моему воображению. Чаще всего и то, и то. Чаще всего без, опять-таки, дыма огня не бывает, но часто дыма бывает гораздо больше, чем огня. То есть если там поджечь какой-то кусок пластика, он будет очень дымить, а огня там будет немного. Это да, это умение калибровать свои, верифицировать, понимать, что какие-то твои переживания являются истинными, и на них, опять-таки, ты можешь ставить на них свою жизнь, если для тебя это важно. А какие-то все-таки являются все-таки фантазиями. Но часто для людей это просто неумение стыковать слишком далеко слои, лежащие друг от друга. Да, ты благодаря какой-то практике вышла в особое состояние работы, взаимодействия своей системой перцепции, своей системой сприятия, и стала видеть совсем другие сигналы. Или, к примеру, у тебя дисциировались привычные зрения, ты ушла глубоко в там самадхи, и начинаешь видеть геометрические картинки при помощи третьего глаза, или при помощи каких-то церемоний с использованием айуаз, или что-то подобного, небезопасных, но как есть. И в этом случае, да, надо понять, что ты увидела, что-то настоящее, сколько из этого дыма ты выдумала, сколько нет. А для этого надо было дать техникой сведения разных слоев реальности в нечто единое, пространство того опыта, которому можно доверять. А что это за техника? Шаг за шагом. Уметь удерживать свой уровень концентрации настолько, чтобы емкость своего сознания умела вместить в себе несколько слоев, обычно не согласующихся вместе. Обычно, когда у тебя появляется один фокус сознания, то сознание быстро сливается именно в него, прямо, напрямую. И ты в него бульк, как в ванну, и больше ничего не видишь. То есть, можно ли привести пример, как жизнь большинства людей, вот у них есть только эта реальность, и они полностью погружены? У них нет даже этой реальности. У них есть несколько осколочков этой реальности, которые, как я часто говорю уже, как бусинки, нанизанные на одну ниточку. А ниточки самой нет. Вот умение из этих бусинок сделать жерелье, которое будет всё твоё. И вот тогда ты можешь видеть, что какие-то бусинки на разных концах этого жерелья действительно принадлежат этому жерелью. Но для этого надо иметь вот эту общую ниточку, то есть, чтобы траектория твоего сознания могла присутствовать и там, и там ты присутствовал полноправным и равным наблюдателем этого процесса. Это искусство построения всё более тонких и высоких контуров осознания. Вот у нас осознание первое, когда человеку попадает в голову. Сначала он там, как коричневый карлик, звёзды есть такие, которые гореть не умеют. Он даже соображать ничего не может, что существует какой-то там духовный мир, что это такое. Не до того там водки выпить после рабочего дня, да и всё. А когда наступает, он начинает видеть, что есть что-то за пределами его привычного горизонта событий, у него наступает понимание, что есть что-то неизведанное. Потом он делает следующий шаг и в этом неизведанном начинает видеть свою, скажем так, свое неравенство Богу. Ведь если бы мы были цельными на всём промежутке нашей жизни, мы всегда могли бы сказать, вот мы это делаем и получаем ответ. Мы могли бы очень быстро натренироваться в нашей жизни, достигать абсолютного успеха. Но в ней почему случается всё не всегда так, как хотелось бы. Это потому, что разные кусочки нашего сознания оперируют разными памятями, разными опытами. Это очень хорошо описано в книжке «Множественные умы Билли Миллигана». Популярная тема психосоматики, в современных терапиях психологических, раздробленность человека на отдельные части, на отдельные кусочки, на отдельные лоскуты. Но вот если ты умеешь строить следующие контуры сознания, и они умеют наблюдать все перемещения твоих фокусов внимания, не уходя в них, и потом ты начинаешь переживать алмазный день, ни разу не теряя себя, там, алмазный месяц, ни разу не потеряв себя, ни разу не пропав в течение всего месяца. Но при этом ты продолжаешь переживать совершенно разнообразный опыт, ещё более разнообразный, чем до этого, но уже нанизанный на единый ось. Как можно описать симптоматику или привычные какие-то паттерны поведения человека, который полностью себя потерял, который не нашёл себя? Оглянись вокруг, посмотри на любого человека, первого, которого встречаешь, из 10 человек, которого встречаешь, 9-100% будут описывать там, 9-100% будут соответствовать тому описанию, которое только что привело. Они себя даже не находили ни разу, не то чтобы потеряли. А найти себя, что это означает? Как человек, ну вот даже наши зрители, которые нас смотрят, могут понять, что они хотя бы раз в жизни находили себя, либо же совершенно ни разу. Опять-таки, нельзя раз в жизни найти себя. Чтобы найти себя, надо это делать не раз в жизни, а на протяжении большей части своей жизни. Найти себя, это означает поставить точку «Я» и больше ее не терять. И тому я, соответственно, обучаю в курсах «Сама держит с Я», он был этому и посвящён. Как поставить точку «Я», которую ты больше терять не будешь? И как находиться в соприкосновении с реальностью, которую ты можешь изменять, которую ты можешь взаимодействовать, в которой ты не будешь винить никого, создать или не будешь винить, что он тебе создал такой плохой мир, не будешь винить, что он создал тебя таким плохим, ты будешь понимать, что вот да, есть постоянный путь к прогрессу, к развитию, к радости, уметь следовать ему. Это вот фактически, физиологически, в нашем головном мозге нарастают негаснущие кольца сознания. То есть, всё время, пока ты бодро стынешь, и даже когда ты спишь, это колечко у тебя горит, и оно и называется «Я». Вот до того, как это колечко загорается на протяжении 24 часов в сутки, этого «Я» ещё нет. Оно ещё не поставлено. У людей ещё нет этого «Я». У них есть только те осколки, которые в них поместил социум. Он с самого начала ставит на человека, на его душу, такие отпечатки. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Эти отпечатки человек принимает за себя. Ну, собственно говоря, вся есть грустная история человеческой жизни. Это проживание чужой жизни, не собственного «Я». Да там нет ни чужой, там не своей жизни нет ни чужой, там жизни лоскутов, которые переживают жизни других лоскутов. Там нет никакого «Я» с самого начала до самого конца. Есть та несчастная душа, которая так и не решает те задачи, которые перед ней могли бы быть поставлены, и которые она могла бы решить. Для этого существуют практики, для этого делюсь знаниями, я для этого делюсь, создаю те совершенно гениальные техники, которые позволяют это сделать. Обрести себя, обрести инструмент взаимодействия с реальностью и делать это наилучшим. Сейчас просто очень большое обилие различных знаний, духовных, недуховных. Как в этом обилие отфильтровать то, что действительно подлинное, истинное? Пользоваться каким-то внутренним чутьем. Если повезлое, оно в тебе есть, оно будет вести тебя. Если не повезлое, в тебе его нет, соответственно, оно будет вести тебя мимо. Никакой внешний авторитет не станет внешним авторитетом, пока ты не назначил внешним авторитетом, или тебе его кто-то не навяжет в качестве этого. Надо уметь развивать в себе вот такое чутье, понимать, что что-то, ну, уметь развивать несколько доверия на поле. Здравый смысл, то есть понимание того, что, если человек что-то говорит, наверное, что-то сможет сделать. Как-то в нем это отражается. Умение отфильтровать негативную информацию, которая может относиться к этому. Умение увидеть, умение, с одной стороны, не терять здоровый смысл, с другой стороны, верить в чудо. Если потерять веру в чудо, остаться только сухим скептиком, то это тоже приведет к очень быстрому сжатию и такому же печальному концу. Могут ли быть, к примеру, истинные знания, но человек, попробовав их, не получил результат? Что это может означать? Если изначально ты зальешь очень хороший бензин в автомобиль, который он не переваривает, он, скорее всего, сожжет себе мотор. Каждому свое, как говорили какие-то мудрые люди. Мир создан так, что каждый элемент в нем существует в рамках того, как он существует. Создатель решает свои задачи. Его задача вывести, прийти к себе через воплощение, вот из точки и линии он воплощается во множество и затем приходит обратно к себе путем того, что он развивает в человеке жизнь, душу и ум. Без ума человек к Создателю не придет. Просто переживания абсолюта радости жизни, абсолюта любви недостаточно. Надо еще иметь, пережить абсолютный смысл. А это качество ума. Это качество истинного знания, которое накапливается, обретает себя в существовании. Вот я как бы воплощение истинного знания. То есть во мне знание стало мной, потом преобразовало меня, потом снова преобразовало меня, потом создало у меня нового, а потом объединилось с высшим знанием, с прямым знанием. То есть знание можно получать двумя методами. Первое изучаешь что-то, соприкасаясь с какими-то вещами, а второе загружаю непосредственно из источника знания, который, собственно говоря, знаешь, как у нас, как радиопередача, которая есть везде. Но если ты станешь правильным радиоприемником, ты можешь ее принять. Вот я таким радиоприемником стал. Поэтому у меня сейчас всегда есть неких два пути к знанию. Если я могу сформулировать вопрос, я могу получить на него прямой ответ или изучить что-то. Ну, в общем-то, за тем, чтобы или в виде инсайта по доброй старинке, как я раньше делал, родить какую-то теорию, концепцию, которая потом снова опять-таки начнет, ну, я уже не могу вот этого никуда деться, насыщаться именно прямым знанием и как бы станет новым взглядом, который я постараюсь отразить в методике, в практике. Ну, конечно, прежде всего я отражаю в радости собственного существования. Для меня думать это, как молиться. Поэтому чертоги сознания, храм души и дворец тела для меня именно те зоны, в которых я молюсь. 12 минут вашего времени. Три эффективных и бесплатных упражнения для вашей спины, которые при регулярном выполнении полностью снимут напряжение с позвоночника и вернут вам природную гибкость. Все это доступно уже сейчас. Чтобы получить этот комплекс ЦИГУН, вам нужно перейти по ссылке в описании к этому видео. Есть точка зрения, что подлинные знания можно познать с помощью психоделических средств. Что ты думаешь по этому поводу? Насколько это имеет место быть? Психоделик это один из инструментариев всего лишь. Он сдвигает точку сборки. То есть он дает тебе тот новый опыт, которого в рамках конвенциональной жизни, в рамках опыта предыдущего ты не получил. Но это непростой инструмент. Для любого слабого рассудка он может быть критичным, опасным и даже смертельным. Я наблюдал многие случаи, когда это заканчивалось и смертью, и сумасшедствием, безумием. Неумение сохранить здравый смысл на этом пути, учитывая то, что они находятся там на пограничном законам и ситуации, вся та культура, которая с этим связана, тоже не пронизана особой чистотой. Непростой путь. Плюс к тому же довольно часто так достаточно сильный, удешевленный. Вот та же аюаска, изначально растение, содержащее ДМТ, то есть тот самый биологический агент, который у нас вырабатывается непосредственно в нашей шоковидной железе, в нашем третьем глазе. Так же, как и серотонин, так же, как и мелатонин, гормоны сна и удовольствие. Он получается, когда пчел принимают в больших дозах, его обычное сознание блокируется, он получает доступ к своему вот этому первому видению третьего глаза. Но в зависимости от тех полей, в которых он находится, это переживание может быть совсем разным. И, допустим, аюаска, часто коммерческое направление, которое используется многими достаточно сомнительного качества людьми, которые представляются ее шаманами. Сомнительно, некрасиво. Каких-то... Был такой Александр Шульгин, американский химик, который пытался синтезировать вещество Бога, то есть ту молекулу, которая, попадая в мозг, вдруг даст переживание абсолютного смысла. Он создал книжку там, фенил, эти вултамины, которые я знал и любил, и... Ну, в итоге его так и не открыл. Хотя, конечно, был выдающимся химиком, создавшим невероятно много в этой области. Есть методы, я их описывал какие-то части из них в курсе нейробиохакинг, как использовать может быть не совсем психоделики, но, опять-таки, вещества фармакологического качества для изменения общей модели состояния сознания и тела, для улучшения ее, для введения ко все большей ясности и калибровки. Это интересный путь, в нем есть много и подводных камней, и основы для научных экспериментов, но именно вопрос в том, с какой частотой намерения ты к этому подойдешь. Если это просто однократная какая-то попытка что-то там такое познать, я не знаю, каждый должен решать сам для себя в рамках тех законов странных, в которых он живет. Я слышала о том, что при приеме психоделических средств люди начинают видеть, ну, в прямом смысле, там, ауру и те же магнитные поля, ровно топового цвета, как ты описываешь. Как это можно объяснить? То есть, это в какой-то момент вещество действует на мозг таким образом, что он начинает видеть совершенно другую картину мира, настраиваясь на другую, как ты объяснял, вот эти монетки, да? То есть монетки виденье нейрончиков, и получается, что он переключается на какую-то другую монетку и видит совершенно через другую призму. Ну, есть два способа. Либо этот способ является стимуляцией, либо диссоциацией. Либо это как лизергеновая кислота ЛСД, оно активирует мозг, просто таким, знаете, неизбирательно активирует мозг практически, и тот резко увеличивает свою емкость. И, соответственно, ты начинаешь, у тебя может усиливаться перцепция. Если в тебе нет внутренней раздробленности, куда, опять-таки, вот эти избыточные ресурсы, которые могут порвать, то ты, да, можешь усилить свои слои восприятия так, что начнешь видеть те слои, которые просто раньше забивались привычной картинкой. Либо диссоциация, это когда ты блокируешь какие-то области телесного или визуального диалога, позволяешь своим зрачкам, к примеру, замереть настолько надолго, что мозг начинает видеть те паттерны, которые рождаются в зрительных нервах. То есть мозг ведь видит, глаз посылает в мозг только ту картинку, которая изменяется. Когда картинка статична, глаз, мозг почти ничего не посылает. Мозг конструирует реальность из вот этих стоп-кадров, которые глаз вам посылает. Поэтому зрачок у человека всегда подергивается, чтобы снабжать мозг постоянной пищей для обработки информации и поддержания зрительной картины мира привычной. Если ты глаз заморозишь, для этого и служат медитации, где им задаются какие-то паттерны движений, как в моих медитациях «Сама держится я» или вот «Самадхи», где мы используем подъем зрачков вверх, чтобы сосредоточиться именно на верхних долях мозга, где происходит активация опиоидных контуров, то есть нас заливает светом. Когда используется блокировка зрительных нервов, это можно сделать вручную, зажав нервы какие-то пальцами, поставив какой-то баланс на лоб, замерев, то опять-таки мозг начинает видеть больше своим третьим глазом и попадает снова в те иные поля, которые человеку были до этого незнакомы. Вот эти пути стимуляции и диссоциации являются единственными способами использования фактически любого внешней добавки, будь то тренировка, будь то знания, будь то психоделики, будь то, не знаю, воздействие электрического тока, электромагнитного поля, которые позволяют прийти к другой точке сборки сознания. То есть переориентировать восприятие с тех слоев, которые воспринимали его привычно, на те, которые до этого не участвовали в подобной процессе. Но затем обязательно происходит, точнее, должна происходить следующая фаза интеграция. надо интегрировать этот опыт с тем, что было. Либо он останется каким-то мимолетным переживанием, которое, не знаешь, было или не было, или там я был Богом, а здесь я опять никто. Либо это кончится тем, что переоценивая важность вот этих новых переживаний, противовес неудачной жизни, которая идет здесь, и сейчас, у человека в обычной жизни, он становится штофреником. То есть у него возникает два центра сознания. Обязательно важно интегрировать опыт, не забывать, что здравый смысл это невероятно важная и очень полезная в жизни штука. И потом вновь наступает фаза регуляции. То есть ты учишься регулировать свои жизненные процессы, свою обыденную жизнь с учетом того нового знаний, нового умения, которое ты получил. Собственно, для философии этого у меня изложено в курсе нейробиохакинга, как шаг за шагом поднимать свои возможности во всех смыслах этого слова. В емкости мозга, в умении воспринимать, в умении калиброваться, в умении валить, в умении что-то делать. При стимуляции и диссоциации человек видит одно и то же? Нет, конечно, разное. Более того, при разных видах стимуляции, разных видах диссоциации человек видит разное. А при разных видах стимуляции это зависит тоже от того, какую монетку выбирает скажем так сознание? Корректно. Разные опять-таки вещества, разные способы воздействия, физические, химические, биологические, они действуют на разные рецепторы. То есть, по-любому, любой внешний агент, это для гомеостаза организма, это некий яд. То есть, знаешь, бывает хороший яд, бывает плохой яд. Любой яд может быть лекарством, любое лекарство может быть ядом, и это зависит от дозы и рациональности использования. Вот атропин, к примеру, если ввести его как антидот к новичку, он спасет, да? Если атропин принять в слишком большой дозе, он отравит. Он резко может изменить зрение. Вот дурман, белодонна содержит атропин. Мазь ведьм, которым они натирались в Средние века, она содержала атропин, искополамин. Они сильно меняли зрение и давали ощущение невесомости тела и вот этого совершенно нового ведьмовского мира. Если у ведьмы, конечно, в голове были особые нейроны. У нее в ее мозге располагались те зоны, которые позволяли входить в эти состояния. То есть, вот это расположение нейрона, оно тоже играет большую роль относительно того, какое вещество и как подействует на человека. То есть, если, к примеру, ведьминую мазь использовал обычный человек, без генетической проверки. Он просто будет чувствовать себя дурно, он будет себя дурно почувствовать, упадет в обморок, ему будет крайне неприятно. У него начнется то, что называется делирий, то есть, бессвязный бред, и ничем хорошим-то не кончится. Упадет, стукнется, что-нибудь себе сломает. А это, получается, генетически он не расположен, или это сознание настолько замкнутое, что оно не может воспринять этот опыт? Может быть и так, и так. Есть и генетическая предрасположенность к неиспользуя ничего-то. Большинство людей, к примеру, в примитивных культурах, они совершенно не ценят никакие опыты с сознанием. Больтова, если ты дашь человеку вот здесь просто цветные очки с кальдоскопом, он их посмотрит, ой, он видит мир, который им непривычен, он видит мир, которому нужно адаптироваться. Он не хочет к нему адаптироваться, он к этому-то адаптировался с трудом. А тут еще что-то новое, какие-то цветные колесики, цветные огоньки мигают. Поэтому, если тебе туда хочется идти, значит, предрасположенность есть какая-то, вопрос в ее дозе и в способах. А с другой стороны, если ты склонен к каким-то паранойям, то можешь чего-то испугаться. С другой стороны, с третьей стороны, если человек болен, то сознание может попасть, вот диссоциируешь сознание, оно возьмет, попадет куда-нибудь в область больного кишечника. Атамант. Там за один день рождаются, умирают цивилизации из миллиардов-миллиардов триллионов бактерий, которые борются с друг другом, бьются в клочья газа метанового. Если твое сознание туда попадет, оно оттуда может и не вылезти уже. Если вылезет, то вылезет с большими-большими потерями. Поэтому инструментарий все это очень непростой, требует развитого сознания, очень стабильной психики, так называемое умение держать себя адекватным в сдвиге. Я всю жизнь учил себя обходить, адаптироваться. То есть я с самого детства начал строить себя как универсальная адаптационная машина, чтобы мой разум мог адаптироваться к любой ситуации. Именно поэтому я пробовал совершенно разные занятия в своей жизни. Я был там гонщиком, чемпионом, ученым, политиком, путешественником. Совсем разные. В каждой разной сфере был разным. Я был, знаешь, как та корова из фильма «Особенности национальной охоты». Там был такой самолет с люком, и в нем корова стояла, распершись с него четырьмя лапами. Я вот могу распереться четырьмя лапами в любой ситуации, которая мне предоставит жизнь. Я всегда найду в ней мотивацию, чтобы действовать, искать, развиваться, двигаться дальше. Но, конечно, стремлюсь, чтобы жизнь мне предоставляла все более и более качественные условия для того, чтобы я развивался все выше и выше, а не падал вниз и поднимался. Так я много раз тоже делал, но сейчас вышел на крайне удачную горную гряду с бесконечными вершинами и бесконечным развитием. Вот тот же вопрос, как с медитацией, духовными практиками, так же и с веществами. Как понять, что вещество, оно действительно начало действовать? То есть оно тебе помогает. То же самое в маленьких тозах для развития зрения. А не это просто интерпретация мозга. Ну, то есть, знаешь, как эффект плацебо, например. Вопрос, а эффект плацебо, он говорит о том, что ты при помощи своей воли, своей веры изменила свое восприятие. Это эффект реально существующий. Эффект плацебо – это основа по многому для хиллинга. То есть, вот когда хиллер настраивает, он действует в основном силами пациента. Он просто его ведет к победе над болезнью. Он выбирает в нем лучшую часть и помогает ему, как проводник, всего лишь используя его собственные силы. Есть хиллеры, которые пользуются разными способностями, включая хирургию, трансплантацию. Но в основном хилинг действует так. Это сонастройка и показывание человеку некому пути к выходу на его собственных ногах, по сути. Также эффект плацебо ведет к реальным твоим качествам. А вот умение, как этим пользоваться по-настоящему, это умение, как и вообще пользоваться любым молотком и гвоздем или чем-то другим. Вот ровно как ты умеешь пользоваться в жизни своими другими инструментами, так и будешь пользоваться именно этим. Если ты умеешь идти далее в руки ручку, ты умеешь что-то нарисовать, то, наверное, и эта ручка что-то нарисуешь. Будь разумен, будь здравосмыслен, будь увлечен, умей, умей удачу и все будет хорошо. Почему есть люди, которые могут применить знания самостоятельно и вывести себя на ту тропу, которую им нужно, а есть люди, которые вынуждены прибегать к помощи хиллеров? Здесь можно сравнить с звездной эволюцией. Если есть некая масса определенная, внутренняя, которая дана изначально уже, то она в конце концов фактуализуется и он станет там Леонардо да Винчи или как Михаил Ломоносов из Архангельска, когда топает до Москвы, так и пешком сможет основать Московский государственный университет, стать там светилом химии, наук и всего прочего. А если кто-то из деревни не полезет, потому что что там делать-то за пределом деревни? Там снег и лапти мочить не хочется. Так устроена наша жизнь, что какие-то части элементов бывают самоцветами, а какие-то галькой на пляже. Почему так? Так жизнь устроена. Жизнь устроена на то, что есть большее количество более равномерной материи, и в них встречаются исключения. На этих исключениях построены следующие контуры, более тонкие, на них более тонкие. И жизнь, вот она располагается, реальность располагается на многих контурах, может восприниматься из многих контуров опять-таки в нашем сознании. И мы можем касаться всего того, на что способна наша генетическая цепочка. Жизнь растений, жизни микроорганизмов. Можем пережить жизнь животного. Они очень разные. Вот когда я помню, переживал летучую мышь, крыла она такого, у меня просто настраивался на него, на череп большой летучей мыши. А вообще просто в костях, в органике, поскольку кости это некий костяк, да, вот некая суть живого организма, на них легко настраиваться. И вот когда переживаю, а у меня же уникальная способность настроиться практически на любой ДНК, которого я коснусь. И вот там сознание очень сложно. Во-первых, оно темное, а не это темновые животные. И там сознание вообще не цвета, люди привыкли жить в свете, кроме слепых. И там так трассирует ультразвук, которыми мышь исследует окружающее пространство. И как эхолотом слышит их, как радаром, да, слышит вот, собственно говоря, озвуки ультразвука от окружающих объектов. И центр тяжести, центр сборки очень сдвинут за спину. То есть она как бы висит на крыльях. Это настолько непривычное для человеческого сознания состояние, что там переживать его больше минуты и не смог. Просто очень сложно удержаться, очень выскальзывавши этих областей, обратно в привычные зоны. Поэтому надо тренировать сознание, занимать устойчивые сборки в незнакомых местах, в незнакомых областях, осваивать новые области. Это вечный путь познания человека. Вот он сунул веточку в огонь, огонь загорелся. О! Да? Что это такое? Жжется. О! Мясо жарится. Ну как-то вот так. Как всегда, это опыт накапливания ошибок. Те, кто выжил после ошибок, создают следующее поколение. И так далее. А настраиваться на сознание, это означает, что ты прикасаешься к черепу или костям летущей мыши, и у тебя приходит какое-то чувствование того, как она ощущает себя? Ну это есть такое... Ну да. То есть я вот в частности, помню, настроился на свою какую-то подругу, бывшую, знакомую точнее, и могу теперь танцевать все версии латиноамериканских танцев, правда, с женской стороны. То есть я знаю все, что она знала на эту тему. Даже я не знаю, я могу танцовать все танцы, названия которых я никогда не знаю, не знаю, наверное, даже. Просто тело помнит паттерны движений, которые я никогда не изучал, и оно умеет их делать. Но так же с многими другими властями, вот в тех, которые я пробовал. То есть у меня вот этот 27 июля, когда у меня произошел некий финальный прорыв, вот которым я 7 лет до этого готовился, у меня это качество как-то обрелось, я им пользуюсь. Но сейчас, правда, увлечен скорее переживанием состояния бога, именно финального создателя. Мне это сейчас больше нравится, чем работа в этом горизонтальном слое по накапливанию разных качеств. Я могу видеть просто мир, как видели его там разные художники. Берешь, настраиваешься. Эти все программы, пакеты, они как бы есть. Но знаешь, мир вот был такой Гермес Тресмегист, или бог тот в Третьей Египте. И у него была изумрудная скрижаль, некая сокровищница мудрости. Там немножко 13 предложений всего, по-моему. И одна из них говорит, что вверху, то и внизу. То есть мир самоподобен. Это такое, знаете, модное название, фрактальная структура. То есть с фракталами познакомился, когда мне было лет 13, в журнале Scientific American, была опубликована статья Бенуа Модельброта, математика, впервые тогда по теории фракталов, я с тех пор полюбил, дико изучал их к одной из своих любимых областей математики, наряду с бинарной геметрофизикой, теорией ритмодинамики, нелинейной математикой, многими теорией Коуз. Мне маргинальные такие направления математики всегда были моими любимыми. Я пытался через них понять то, чего недопоняла такая мейнстримная наука, поскольку она не привела к тому, что мне нравилось бы. То есть я стремился всегда найти те пути, которые вывели бы дальше, 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 дальше. Дальше, выше, сильнее, почти к в олимпийских играх. У меня еще вопрос касательно опыта, который человек проживает с помощью каких-то препаратов. Например, под воздействием определенных препаратов человек видит в реале, так же реально, как я вижу тебя, как я вижу твою одежду, как я вижу все атрибутику в этой комнате. Так же он видит поля, которые, или же визуалы, которые он переживал, возможно, в практиках и медитациях. Да. Здесь у меня вопрос. Это ловушка ума, как просто ум пережил это состояние, он взял эту интерпретацию и просто запустил как программу в момент переживания человека под препаратами. В этом смысле очень интересно пережить то, что он называет самым сложным из растительных психоделиков, называется датура или дурман индийский. Там Кастанайда называл травой дьявола или этот цветок, который вырос из груди Шивы. Вот то, как раз, чем натирали себя ведьмы среднего века, он реально порождает галлюцинации. То есть ты как по-настоящему, как реальности видишь снежного человека, который сидит рядом с тобой и с которым ты будешь беседовать. Этого точно нет. Ни в одном из слоев сознания, ни в одной монетке такого нет. Это глюк. Что такое глюк, что такое галлюцинация? Галлюцинация – это образ, который сознание породило, а потом воспринял как реальность. Замкнулись цепи фантазии. Какое-то же бывает. Где он рождается? Ну вот как и мозг в этот момент. Я наблюдал, умел уходить в глубоких медитациях туда, где рождается мысль. То есть я мог из левого полушария посмотреть в правое, и там как мысль рождается. То есть вот это довольно непростой процесс. Его можно знаешь, как описать? Как будто у тебя в пространстве висят хлопья, воспоминания, каких-то образов. Они как многогранники. Вот на одной их грани один образ, как эта картинка, на другой грани какой-то звук. И потом у тебя есть потоки, ветры. Вот если один ветер подует их, то эти нейроны станут облаком детской картинки, там, облака. А если в другую сторону подуют, то они станут запахом ромашек. И вот в таких нейрончиках, в единичных нейрончиках, у нас записаны единичные воспоминания, единичный наш опыт пережитый. Мы всегда можем пережить либо то, что уже так или иначе пережили в нашем опыте, либо картинку третьего глаза, вот эти изначальные геометрии, либо какую-то мозаику из них, которая в конце может вывести к уникальному переживанию, который станет, опять-таки, новой опорой. Но в итоге, опять-таки, всегда важно возвращать к тому, что ты распространяешь и увеличиваешь реальное качество своего физического тела. Если в результате твоих опытов медитативных, либо психоделических реальные качества твоей жизни, качество в этом физическом теле не улучшается, ты не умеешь лучше регулировать себя, ты не являешься, естественно, более счастливым, естественно, сознающим, двигающимся, то, наверное, это не очень здоровый эксперимент. То есть нет применения в материальном мире. Это раз воплощение, то есть путь, это раз воплощение, стремление выйти из тюрьмы, плоти. А вот здесь есть путь в рай плоти, в радость плоти, в царство земное, такое, которое царство небесное на земле. Ты сказала о том, что с помощью третьего глаза мы видим изначальные геометрические фигуры. Что значит изначальные? Это те картинки, которые свойственны видеть третьему глазу. Это слой сознания или это слой мироустройства? Это слой сознания и мироустройства, это одно и то же. То есть он, скажем так, тот слой сознания, который соответствует некому базовому уровню мироустройства, одному из базовых уровней. Таких тоже достаточно много. Это не такая простая картинка, которую можно разложить вот как чакры на несколько слоев. Сказать вот это туда, вот это туда, вот это туда. Это гибкое переплетающееся фрактальное многообразие, в котором я до сих пор еще буду разбираться, разбираться, разбираться. Даже с учетом нынешних способностей своего разума, которые я сейчас имею. Все не так просто. Надо понимать, что мозг, мозг, наш мозг всегда видит три картинки. Всегда одновременно. Просто твой фокус сознания попадать может только в одну из них. Левое полушарие всегда видит вот привычную конвенциональную картину, которую мы видим. Вот это стул, вот это красивая девушка, вот это там красный цвет, вот это там дымчатый кварц. Правое полушарие видит мультик. Правое полушарие – это подсознание, которое у нас живет, ребенок, он видит себя немножко мультипликационно. Поэтому дети смотрят мультики, для них вот избыточная сложность такая. Им не нужно видеть столько много подробностей, держать. У них вот, палю, ножки, ножки, огуречек, получился человечек. Это там пузырь красивый, это там смешарики, да? Правое полушарие всегда видит мультики. От аниме до простых. И третий глаз всегда видит какую-то область математики, геометрии, то есть базовых структур, при помощи которых базовых правил математики, правил того, что этот мир квадратичный, такое, а не другое. Эти три картинки ты всегда видишь одновременно. Но твой фокус сознания, извините, попадает только в одно из них. Получается, что в нашем сознании есть призма восприятия мировоустройства. Есть. Именно так, как устроено мировоустройство и его слоев. Получается, что есть слой и есть восприятие призма. И таких у нас несколько уровней, да, скажем так? И в зависимости от, опять-таки, коры головного мозга, которая способна или не способна транспонировать или транслировать вот это восприятие в тот слой, который ты можешь воспринять уже из пространства своего опыта, ты можешь их воспринять как вот в такой вторичный, ну, скажем так, слои магической реальности. Вот магия, они существуют в этих вторичных слоях. Вот боги существуют в первичных. Магия во вторичных. Что вторичные, что первичные? Первичные слои, вот слои богов, это слои вот сознания звезд, это как раз первичные геометрические паттерны. Магические слои, они включают в себя много, опять-таки, фрактальных структур. Там есть слои, соответствующие элементам. Там слои металла, дерева, огня. К каждому из них соответствует элементаре. Как мы можем прочувствовать, что это первичное, а это вторичное, например? Потому что вот эти слои являются, ну, как сказать, они расположены на некой разной высоте, полета, что ли, полета ума. То есть есть полет ума, который начинается вот из восприятия бесконечного разнообразия окружающего мира, когда ты, у тебя миллиарды рецепторов, миллиарды рецепторов посылают свои сигналы. И ты эти миллиарды рецепторов, из них выбираешь какую-то конечную картинку, вот там у тебя сознание может держать 5-7 предметов. Да? То у нас, наше сознание, это очень убогий калькулятор. У него 2000 бит в секунду среднего человека. Даже мозг у среднего человека выдает 4 миллиарда бит в секунду. И вот наше сознание, оно упрощает картинку внешнего мира, чтобы там не слышать, что вентилятор по-разному жужжит, что свет по-разному падает. Мы все упрощаем, упрощаем, упрощаем. И в итоге оказывается, фотоаппарат, девушка, фонарь, стул, февраль, не знаю, что-то еще. 7-8 объектов, которые способны держать обычное сознание. Да и оно, в общем-то, не сильно заботится эти объектами, размышляет о том, не пропала ли та колбаса, которую съел за обедом, или что случится завтра. То есть он занят вещами, которые совершенно не нуждаются в работе. Если же ты направишь свой разум при помощи, конечно же, многолетней практики, если у тебя есть к этому способности, в сторону начала творения, то ты коснешься того, чего касались все древние философы, китайские, древние греческие, древние индийские, пути сочетания первых математических величин. Вот Прокол Диадох, последний глава Академии Платона, неоплатоник, он, в частности, в работе теологии, он показал, ну, кто такие боги. Боги — это числа. Бог — это линия, Бог — это точка, Бог — это операторы между ними, плюс и минус. Вот минус — это лицефер, да, минус равно. Будда — это знак равно нулю. Ислам — это такой вектор, прямая дорога, да. В христианстве это 1 плюс 1 равно 3. Какие-то вот такие простые формулы. Это базовые переживания, которые отражаются как религиозный опыт. То есть ты переживаешь всю сумму своего опыта в виде простой формулы, но переживаешь в этот момент эту формулу максимально ярко, как одно состояние, вот как та самая абсолютная любовь, как те самые другие абсолюты. Вот таких абсолютов достаточно много. И даже кроме того, тех, которые я перечислил, есть те, которые даже в рамки человеческой математики не укладываются. Откуда эти знания? Почему вот Будда — это равно? То есть как это образовалось? Как понять, что эти знания подлинные, они просто выдуманы человеком? Что это действительно так, так устроено мировое устройство? Знаешь, мне сейчас на этот вопрос тебе совсем сложно ответить, поскольку я к этим знаниям причастен напрямую. Есть такой путь. Сначала путь идёт причастностью. Ты идёшь, 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 идёшь к началу бытия, а потом проходишь... Ну, слово «проходишь» наверно не верно, а потом я прошёл тот опыт, который является исключительно своей реальности и равен по своей реальности всему остальному опыту моей жизни, и более того, превосходит его. Я гарантированно не знал того, что знаю. Это всё организует... Все знания, которыми я обладал до этого, обладал им бесконечным количеством, по сравнению с любым человеком, организуют совершенно новую манеру, гораздо более качественную и лучшую. То есть воплощением ты проверяешь попадание в некие сокровенные глубины бытия. И ты понимаешь, что Бог, что создатели, которые переживают твою жизнь как свою, это не иллюзия, не глюк, как снежный человек, который ты увидел под датурой, а самая прямая реальность, самая настоящая и гораздо более настоящая, чем та жизнь, в которой люди живут. То есть сейчас подлинность твоих знаний, она фильтруется не книгами, не научными исследованиями, а... Подлинность знаний всегда оправдывается опытом. Личным опытом и твоим доверием этому личному опыту. Ты можешь доверять своему опыту, что книжки – это этот опыт, что фильмы, что там дядя Вася – это этот опыт, что там Владимир Путин – это этот опыт или кто-нибудь ещё другой. Но итоговым являешься ты. Ты говоришь – это да или это нет. И ты можешь ошибаться, а можешь не ошибаться. Вот, ошибка. Как понять, что ты не ошибаешься? То есть может ли быть такое, что то, что мы считаем подлинными знаниями, во что мы верим и что проходит на прочность нашим сознаниям – это просто иллюзия. Ты знаешь, как правило, все проверяется практикой. Критерий истины, практика – это очень хорошая вещь. У меня была в своё время очень хорошая формула, что цель определяет средства, а успех оправдывает эти средства. То есть вот ты хочешь чего-то достичь – достиг, и потом понимаешь, достиг ты или нет. Чем ближе ты к истинному знанию, к Богу, тем ты, не знаю, тем ты красивее, умнее, счастливее, и всё у тебя лучше. Если ты ошибся на пути, и вместо Бога оперся на что-то другое, то у тебя нос станет крючком, глаза впалые, несчастные, покрочат коростой и будет жить тебе не очень приятно. Как-то, в общем-то, так следует. И, как правило, исключений из этого правила наблюдается не очень много. То есть если ты можешь радовать себя, если твоя жизнь радует тебя на протяжении гораздо больше, чем это обычно доступно, то, наверное, те знания, которые он пришёл, неплохие. Но, возможно, бывает и лучше. Вот я был с самого начала, с самого детства, раннего детства заточен под некие наилучшие знания. То есть для меня знание всегда было силой. Я стремился эту силу сделать таким острым, отточенным мечом. То есть я стремился стать острейшим оружием в руках Бога. То есть в руках высшего, которое это оружие может взять. Я понимал свою инструментальность. Я эту траекторию, которую более высокое сознание может пережить. И затем поднимать моё сознание уже до уровня своего. И вот с тех пор, за последние там 7 лет, когда я там сверхчеловеком 7 лет назад стал, и вот стал воплощённым Богом уже месяца 4 как. Это, конечно, очень сильно изменило моё представление о всех своих целях в прежней жизни. Сейчас я здраво понимаю, здраво понимаю, да, что а Создатель сквозь меня решает те задачи, которые он не мог решить прежде в рамках органики. Я ему нужен для этого? Моё качество тоже растёт. То есть мы сближаемся. Это проходит по определённому протоколу, то есть вот у нас он не может прямой вот Создатель уплатиться как Создатель. Проходит по протоколу какой-то из звёзд. Конопус или Цифера, Бетельгейзе, Митры, Ригеля, Шивы, которые становятся какими-то Архангелами, соответственно, Михаилом, Гавриилом, там, Псилом Тельца или Гонопати, бог Рафаилом, Альдебаран, богиня Дурга, какие-то свои качества вносят. Каждая из звёзд обладает своим характером. Это некий протокол твоего существования. И пройдя этот протокол, ты можешь добиться высшей цели его. Протокол имеется в виду, что в земном воплощении человеческая душа проходит… Человеческий ум. Человеческий ум проходит, то есть душа к этому не имеет никакого отношения. Душа – это материя звезды, ум – это её организация. Вот смотри, возьми, посмотри такой фильм «Наса», там, как фотографировало солнце в течение пяти лет. Солнце, вот оно стоит из гелия и водорода. Ну там ещё немножко каких-то металлов, совсем не так много. Вроде бы однородный шар, но если вот смотришь на фотографии, оно вращается, у него всё время разный характер. То есть вот у него материя, душа – это вот водород и гелий. А ум – это его движение, это электромагнитный импульс, электромагнитное поле, которое создаёт вокруг него контур, в рамках которого потом врывается солнечный огонь. Это ум Солнца, и он велик. И только ум проходит протоколы, или душа тоже проходит И то, и то. Они как бы… Жизнь, душа и ум – это три части некого одного процесса, одного единого. Единый распадает, соответственно, сначала на небо, на небо человека и землю, а затем человек составляет оттенками его ум, жизнь и душу. Что такое прохождение протоколов? То есть как это выглядит в материальном мире? Твоя жизнь соответствует по своим сценариям, тем сценариям, которые этот протокол переживал уже воплощаясь. Вот протокол Ригеля, к примеру, звезды Ригеля – это война и мудрость, война и знания, разрушение и знания, справедливое военное ремесло, искусство. Вот Бог Шива – это Бог танца, разрушения. Бог Один – это Бог путешественник, Бог знания, мудрости. Он свой глаз отдал за знания. Это испытания, превосхождение и искусство. Это один и тот же протокол, одна и та же звезда. Вот в своих крайних фазах, когда вот, представь себе, этот Бог уже, даже не ты человек, а этот Бог сумел совершить свой главный подвиг и в своей звездной амплитуде достиг изначального, выше Создателя, выше Всевышнего. Вот знаешь, когда Будда достиг своего просветления, все Боги принесли вам подарки за то, что он подарил вам бесценный дар. Я вот наблюдал точно такую же триумфную честь, длится всего один час, прям, сколько там, 62 минуты, 60 минут. Я на 3 минуты опознался, 57 минут посмотрел из этого. Как вот глава моего протокола, то есть Шива – это был его отец. А я вот, соответственно, воплощение этой новой категории звезды Рикель. То есть того бриллианта божественного гения, который на одном крыле Митры, крыле Бого Света и крыле Тьмы сумел построить именно финальные проходы через покой, нирвана, великий предел, недвойственность, которые в итоге привели меня к тому переживанию, которое я, в принципе, никогда в своей жизни до этого даже не планировал переживать и, более того, не знал, что такое существует, не мог поверить, что такое возможно. Реальность, в которой я живу сейчас, превышает все мои мечты. Я мечтал, я поверю, очень не слабо, если ты меня даже помнишь в какой-то прошедший период, все гораздо короче, по-настоящему. Есть, конечно, знание, которое, истинное знание, которое, как пророк Мухаммед мир ему говорил, что оно тяжко для неба и земли, это знание последних дней, но мы его касаться не будем. Я думаю, что о твоем перерождении мы поговорим более глубоко в другом. Да, как-нибудь, да. У меня такой еще вопрос. Вот я проводила такую параллельность. Есть уровни мирового устройства и, соответственно, есть уровни восприятия нейрона в коре головного мозга. И они все пересекаются, то есть я между ними такие ниточки провожу. Ну, корректно, да. Если вдруг появляется галлюцинация, это то, что не имеет ниточки нейрона нашего, к нейрону нашего головного мозга, то есть у нас нет такой призмы восприятия. Так мы можем понять, что это галлюцинация. Знаешь, как правило, галлюцинации горизонтальные. То есть, вот ты не будешь видеть сидящее какое-то фиолетовое облако вместо тебя, которое будет беседовать. Ты будешь видеть какого-то снежного человека, ты будешь видеть каких-то других людей, скажем так, или их версии, а не что-то, а не реальных каких-то существ из свернутых измерений. Так как у нас нет в нейронах, да, вот этой вот реальности, то есть как бы мы не можем ее видеть. Это галлюцинация. То есть это то, что происходит в нашем мозге. Почему? Опять-таки, смотри, в нашем мозге, вот если от него отрезать кровоток, он быстро в нем ничего происходить, в принципе ничего не будет, он просто помрет. Он живет, пока потребляет 25 процентов кислорода, которые находятся в нашем теле. Пока он насыщается энергией души и жизни, пока, только тогда ум может существовать. Наше электромагнитное поле, оно очень быстро гаснет, как только ты отрезаешь от него электрохимическое и электрофизические поля. И он всегда воспринимает что-то снаружи. В нем самом есть воспоминания, в нем самом зашит его индивидуальный опыт и его обработка. И туда, знаешь, галлюцинации такие, так сказать, петельки, которые вкрались в основную траекторию. Они необязательные. Новые переживания, как правило, несут совсем другое качество. Вот если ты этого качества не переживал в прежней жизни, вероятнее всего это новые переживания, какого-то другого слоя. Если это повторение чего-то в искаженном, карикатурном, либо в любом другом образе, скорее всего галлюцинация. То есть здесь можно поставить фильдер? Ты просто ответил на мой вопрос, который я хотела следующий задать. Это хороший подход, на самом деле, который достаточно четко будет разграничивать ценные новые переживания, или, возможно, неценные. Многие новые переживания. Если ты пойдешь вниз, куда-нибудь туда, в ад, в кишечник, в болезни. То есть ты будешь переживать раковую опухоль, поверь, это новое переживание мало доставит тебе радости. И советую оттуда очень быстро, 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 сразу быстро выйти. Есть норы, которые кажутся тоннелями, но в итоге оканчиваются ничем. Темнотой, зажатостью в остром угле и хулой создателю. Из-за того, что он создал тебя таким, что ты в эту нору залез, а вылезти уже тут не можешь. Или, как Винни-Пух, обожрешься, залезешь в норку, и тоже не сможешь вылезти. Такие норы есть. От них страдают люди, которые склонны к такому, знаешь, немножко темному дарковому переживанию. Мир, они залезут в какую-то норку, а вылезти не могут. Бывает. А их земля жмет. Вот поэтому драконам земле иногда бывает тяжко. Почему? Земля жмет, гравитация. Мы приглашаем вас на авторский марафон медитации от Яна Спартака «Самодержец Я». Это первый в мире онлайн-проект по медитации, когда подготовленная заранее визуальная графика будет наглядно показывать все нюансы. Куда нужно направлять внимание? В каких точках будет течь энергия? Даже если до этого вы никогда не медитировали, у вас точно получится. «Самодержец Я» — это курс для тех, кто готов стать хозяином своей жизни, принимать решения, исходя из внутреннего чувства направления. Ссылка на регистрацию уже в описании к этому видео. Как не попасть в ловушку собственного ума? Понять, что это действительно подлинные знания, а не то, что привел к тебе социум, то, что ты сам себе вообразил, и в принципе, что это действительно истинные знания? Опять-таки, гретори истины — это только практика. Я вот практик, я уважаю практиков. То есть те, кто что-то делают и в ответ от реальности получают на запрос к ней ответ. И могут переварить этот ответ. Если его сбило с ног, встать снова и пойти дальше. Если его приподняло на следующий уровень, начать бежать. У меня было и так, и так, и так. У меня были и галлюцинации, у меня были и прорывы, у меня были и откаты, у меня было всё. Идти, учиться и не сдаваться — это всё, что я могу сказать. Уметь отличать, полировать в своей душе идеальный талон, накапливать из тех ценных знаний, которые ты получил, прям накапливать этот драгоценный опыт, который ты считаешь своим неотъемлемым достоинством. А тем, что ценно. К нему добавлять что-то новое. Если видишь, что у кого-то что-то получилось, получилось, то не отвергать сразу, зародить сомнения себе, что, может быть, тот путь, который ты до этого не ожидал, даёт эффект. Но твой ли он или не твой, тебе решать. Возможно, инвестиции в этот ресурс и в этот путь будут слишком высокими, и ты потеряешь то, что достиг в этом пути. Поэтому, к примеру, не знаю, я вот занимался многими вещами, там, парашютными прыжками, вождением самолётов, гонками на автомобилях, боевыми искусствами, но фигурным катанием, к примеру, не занимался. Да, я изучал теорию прыжков фигурного катания, но для того, чтобы очень быстро вращаться в стиле ушу-багу. То есть мне было интересно... Ушу, ушу, это боевое искусство. Багу, это внутренний стиль даотского ушу. Там скоростное вращение идёт. Моя дочь Огнепенелопа очень любит, когда я это делаю вместе с ней. Когда я так быстро вращаюсь, она очень хорошо засыпает и спокойно. Снаружи, конечно, может показаться, что это сумасшедшая вещь, поскольку там, как бы, кажется, что я на грани баланса. Я, конечно, никогда не теряю, это невозможно мне потерять баланс. Но выглядит страшно. Только опора на собственный опыт, только опора на собственную практику, на чистое сердце, на чистый разум и на помощь Бога. А что, если человек опирается на собственный опыт, на собственную практику, то, что он практикует всё время, применяет эти знания, но находится в иллюзии. Не повезло. Так тоже бывает. То есть можно идти по иллюзорному пути и не хватит. И таких случаев очень много. Я сам видел такие пути, они редко кончаются хорошо. Вообще, путь вверх — это непростый путь. Путь к вершине Эвереста устал трупами, которые просто не убирают оттуда, потому что очень неэкономно убирать этот труп, и очень дорого. Путь к каждому новому достижению — это много-много дорожек, которые до него не дошли. Вот путь создателя к самому себе — это, знаешь, как появиться вновь в сперматозоиде, развиться, 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 а потом стать мной и потом снова стать создателем. Это другая задача. Но других-то ведь таких, как я, нет, понимаешь? Поэтому остальные дорожки тоже куда-то идут, но настолько не поднимаются. Но я надеюсь, что мои усилия, я стремлюсь, чтобы как можно больше людей от них зажглась, зажглись разумы, звезд. Потому что вместе можно всегда больше. Это я знаю точно. Вот чем большее знание становится на единицу площади, на единицу воспринимающей души, на единицу воспринимающего разума, тем больше возможности роста. И каждая из этих вещей драгоценна. Я так, я эволюционный цикун создал, чтобы люди занимались своим телом. Тело — это очень-очень-очень важность. Для нездорового тела у меня много знакомых там великолепных ученых, великих ученых даже, у которых нездоровые тела. Да, их мозги работают, они творят, но они, я уверен, они могли бы творить еще лучше, будь они здоровы. Надо заниматься телом, надо заниматься материей, надо заниматься отношениями, которые дают любовь к сердцу. Для мужчины любовь к женщине, матери, дочери, жены — это стимул для того, чтобы двигаться вперед. Мужской ум создан, чтобы идти на челленджи, чтобы преодолевать опасности, чтобы приносить плоды им битвы. Вот битва за разумом — это великая битва. У меня в детстве любимым писателем были, наверное, Александр Беляев и Иван Ефремов, такие фантасты, которые говорили о том, что разум может развиться и создать некий идеальный мир. Конечно, я понимаю, что они были очень наивны, это все-таки 20 век, но эти мечты из моего сердца никуда не делись, и по-прежнему в сердце такой же мечтательный ребенок, мечтательный подросток. Да, в уме, конечно, гораздо-гораздо умнее, но я надеюсь, что знание будет расти и что наше человечество не останется тем сборищем он и уродов, которым он является сейчас. А что ты думаешь касательно заболеваний, допустим, те же шизофрения, разделение личности, когда человек считает себя сумасшедшим, и он видит совершенно другие пласты реальности? Может ли в мозговой коре произойти какой-то сбой, и человек одновременно начнет видеть несколько пластов реальности? Может, такое часто бывает. Я, опять-таки, знаком со многими подобными случаями. Если психика человека не в состоянии их интегрировать, а, как правило, он не в состоянии их интегрировать из-за жесткого социального прессинга, допустим, он предсказывает чью-то смерть, его потом за это бьют, говоря, что он ее накликал, то он начинает пугаться. В его сознании рождает слишком много дофамина, у него много прицела, но нет удовлетворения от того, что он видит. Он становится шизофреником. То есть он становится психически больным. Вместо человека, одаренного каким-то талантом, который будет развит, общество превращает его в больного человека. Это недостаток общества строго. Конечно, есть врожденные предназположенности к шизофрении, но их гораздо меньше, чем шизофрении, порожденной социальными условиями. То есть получается, что шизофреники, в большей степени, это люди, которые были одарены, но которые были не приняты социумом, и поэтому... Одаренные и сломанные, чаще всего. Я просто одаренный и сильный, меня не сломаешь. Ты заключаешь одарен в принятии своей силы, получается. То есть, куда ты сам... Прежде всего, прежде всего. Сила — это всегда принятие себя как силы. Это значит, что если ты упадешь, ты встанешь. Десять раз встанешь, встанешь одиннадцать. Это значит, что у меня был слоган, когда я занимался... Я был чемпионом мира в спорте самураев четырехкратном. У меня была такая маечка с надписью «Never, never, never surrender». Никогда, никогда, никогда не сдавайся. Если ты проиграл что-то, ты проиграл битву, но войну ты выиграешь. Я всегда выиграю войну. Я знаю, что, понимаешь, вот это вот переживание 27 июля, резко изменившее последние аспекты моей жизни, это было четкое понимание, что я тот, кто победил в прошлом, в настоящем, в будущем. Поэтому у меня все получится. Поэтому я сумею создать те инструменты, которые дадут людям, многим людям, шанс, что их разумы взорвутся звездами. Не взорвутся звездами, засияют звездами. Я знаю, что так будет. Я верю в это, я это делаю. Ну, это еще во многом благодаря опоре на собственные знания, на свою правду. Ну, да, конечно. Сто процентная уверенность. Это так. Ну, сто процентная уверенность обрелась у меня буквально только тогда, до этого она у меня была 99%, 98%. Но я все время умело гасил вот те оставшиеся части неуверенности. У меня был лагерь смерти для них построен. Как только я замечаю в себе что-то реальное или неуверенное, меня нашло в печку, и зондеркоманда готовила просто место для следующей команды. У меня так годами длилось. Пока я уничтожил себе все семена недоверия, все семена сомнения, то есть оставил себе несомненность, смелость и отвагу, ну и, конечно, не потерял все-таки свой блестящий ум, у меня получилось. Это игра ва-банк, получается, что все или ничего, потому что ты можешь по иллюзорному пути пройти в никуда и потерять все. Ну да, мне повезло. И себя в том числе. Можно обрести. Именно поэтому я изначально еще и был создан таким, чтобы я на границе смерти был много-много раз. И честно признаюсь, был и большим дураком, если уж быть по-честному во многих случаях. Я позволял себе то, что человек не должен себе позволять так свободно рисковать собственной жизнью, часто меня спасало чудо. И в конечном итоге я не знаю, чему я больше обязан все-таки в своей жизни, чуду или собственному разуму, а точнее обязанным обоим. То есть я обязан и себе, и Богу, ровно 50 на 50, и еще, конечно, с мамой. А подвержение своей жизни ты имеешь в виду игру с экстремальными видами спорта и в принципе... Экстремальный вид спорта, экстремальные путешествия, экстремальное все. То есть меня любили называть рисканавтом или как-то подобным способом. Но я делал себя прочнее. Я уничтожал в себе трусы, уничтожал в себе слабака, уничтожал в себе того, кто сомневается, уничтожал в себе глупца. Я весь пор воспринимаю себя как стопроцентного идиота, ну, 99%. Потому что всегда свет оставляет тени. Всегда, если ты перестанешь видеть, что ты глуп, своей глупости радуешься как ничему другому, я понимаю, что у меня оказывается еще целое вот такое поле, куда я могу развиться. И вот оно прям. Просто стоит всего лишь перечеркнуть свой минус еще одной вертикальной черточкой. Получится плюс. Если глупости, получится ум. Они близки друг к другу на самом деле. И в конечном итоге главным является... Ты знаешь, что все-таки главное является достоинством. Вот если у тебя есть достоинство, то и разум к тебе прибавится, и Бог будет тебя любить. И все у тебя получится. И все у тебя получится. Субтитры сделал DimaTorzok